Привет, друзья. Тысяча какой-то фильм, но именно эта серия фильма у меня не простая, называется «Скочки на кочку». Прямо была такая. Иногда меня пинает, что у вас фотографии все те же и те же. Имеется в виду тот золотой период, когда я начинал прививать, и у меня каждый раз получались шедевры, шедевры, шедевры. И я их иногда использую. А кто-то меня отслеживает уже 20 и более лет, и в результате я оказываюсь в таком положении, что неужели правда ничего нового нет. Я решил начать со второй фазы. Первая фаза называлась ранней железы. Прошло время, и не считая того, что некоторые подтверждения мои именно по обрезке чуть-чуть изменились, потому что одно дело, когда говоришь, делай так, а делай так. Это как, знаете, по книге или по справочнику научить человека разрезать желудок, достать оттуда что-то или отрезать аппендицит. Вы представьте себе такую картину, по книге научиться. И поэтому мне пришлось немножко упростить даже ту же обрезку. Все остальное, как был, так и остался. Как я утверждал, что лучшие сорта в мире появились. Сладчайшие, крупнейшие персики, абрикосы, сливы появились раньше человека, за что заработал славу, в лучшем случае, когда крутят у виска. Вот, в лучшем случае. И таким образом прошло время, и я оказался уже железом поздним. Ну, например, я решил начать 2016 года, я прокомментирую несколько сотен и даже тысяч фотографий. Вот, каждый раз будет новая тема, каждый раз новая. Мне кажется, она даже лучше будет укладываться, чем... Ну, мы все учились понемногу и спали на занятия. Посмотрим, сможете ли вы уснуть. Поехали. Так. Поехали, поехали. Вот это вот, все, что подряд. Это абрикос Амур. Вот. У него длинная история. Он один из самых надежнейших, но тоже ареокультурных абрикосов. Его... Я ему придумал название «Мечта хозяйки». Почему? Берем, разрезаем или разламываем, а внутри косточка совершенно сухая. Идеальный случай для компота, для многих изделий в руках хорошей хозяйки. Вот. Рассказываю, как он... Это все уже тоже, как потом, кто сказал, ты повторяешься. Ну, не буду повторяться. Вот. Вот это вот интереснейшая фотография. Почему? Это третий и последний урожай. Грушелада. Она привита была мною в крону. Ну, бедочка попалась и попалась. Привита была в крону нарядная эфимова. А та и на третий год, и на четвертый, на пятый, на шестой. А я еще, видите, вот эти веер-веток почти вертикальных. Вот он. Это потому, что это... Я уже ещё не имея ни одного плода, я уже брал ветки на разложение. Точно знаю, что это нарядная эфимова. И ни разу я не обманулся, потому что я брал дерево, на котором нарядная эфимова уже плодоносила. А вот эта ветка особая, это скелетная ветка. Три года она была в таком виде, а потом умерла. Это скелетная ветка. Это был шедевр, с одной стороны, я проверил, что да, существует на свете лада, что меня не обманули, что она вкуснейшая, что она урожайная. Кто-то бы использовал, у меня есть еще две фотографии разных годов, использовал бы, чтобы моросить голову и утверждать для наивных покупателей, что это колонновидное. Для этого никогда не делал и не говорил. Совесть чиста. И так поняли, да, роль скелетной прививки для испытания новых сортов. Можно было бы еще говорить и говорить, но... Вот. Тоже скелетная прививка. Вот это вот мелкие, отстающие во взрослении плоды зеленые. Это китайка. А я в крону взял и привел к ней чернослив. Вот. И получилась такая характерная фотография. Тот же самый прием. Испытание деревьев. Вот. Ну, что тут сказать. Ну, что я скажу. Вот, кстати, то же самое дерево, которое использовалось как скелетно-образователь. Нет, как скелетно-испытатель, так можем говорить. Вот. У меня в гостях головина Ирина. Вот. Наверное, это ее дочка. Вот. Вот. Она приехала, потому что в том моменту она уже полсотни и больше моих статей напечатала. И в конце концов она сказала себе... А железу под... И она в том числе подвергалась критике. Кого вы печатаете? Кого вы печатаете? Вот. Он же обрушил все садоводство. Он же все утверждает, что надо делать наоборот. Вот. Она взяла и приехала. Ну, вот. После этого она напечатала еще. В общем, 10 лет в каждом номере. Вот это да. Вот. Люди покупали газету «Фазен», но только большинство из-за меня. Потому что таких статей до и после никто не печатал. Вот. Это с гордостью показываю. Свою гостью. Вот. Вот это вот я назвал «Груша Чижика». Был. Почему был? Он уже покойник. Замечательный садовод. Самыми сладкими грушами. Вот. Садовод Николай Иванович Чижик умер. Это память о нем. Вот. Это персики уже не из моего сада. Это персики из сада моего друга и моего последователя, Чернобаева, Леонида Дмитриевича. Почему я его так назвал? С другом понятно. А последователи почему? Потому что когда-то два персика с моего сада, привитых, на маньчжурский абрикос, переехали к нему в сад. Вот. И получился вот такой шедевр. Прошло время. Почти все от меня переехало в Чернобаево. И мы назвали это сад «Дублер». По принципу, у меня умрет что-то. Верну от него. А умрет у него... Вот сегодня я ему... Вчера, вернее. Я ему завозил черенок, называется «Слива персикового мячурина». Еще один из шедевров. Вот. А как иначе-то? А вдруг у меня всего одно дерево? А вдруг что-то случится? А земли у меня нет. Его сад стал продолжением моего сада. Вот. Слава тем, кто дает, не дает людям землющащие, вот, держа нас в рабстве и нищете. Представляете, каждому бы россиянину по гектару. Удавился бы, но нашел деньги, огородил бы, а потом бы думал, ну, черт, а мне этот гектар. И многие бы возродили и дома, и сады, и переехали бы, которые все строят, строят, строят. Я всегда удивился. А почему у нас каждый год дикое строительство миллионов квартир, а население падает, а их все не хватает, не хватает, не хватает, бесконечной очереди. Хрен это. Многие по общежитиям так и живут. Я вот этого понятия могу. Да дайте землю. Для начала хоть землянку на вырыть. Летнюю кухню или баню, вот, которой жить будет, пока будет строиться дом. Эх, правительство. Говорят, что мы, это государство образователи, а показать кукиш неудобно. Вот, еще один дерево. Ну, особый разговор про него. Так. Это называется дерево-сад. Ну, найдем более яркие картинки. Так. Вот это пример неубиваемости абрикосов. Да, вот это привитый, это абрикос, что слева. Это манджи... Ой, этот... Это культурный привитый абрикос. А вот справа, вот он, видите, Это корневые, как бы их назвать, корневые отводки. То есть от корня пошли побеги. И я вот такой, этот манджиурский абрикос, который является... Кем он является? Он является подвоем. Он, этот манджиурский абрикос, этот манджиурский абрикос, Я его называю, неубиваемый. Никогда. Бывало всякое, и погибало абрикос. Вот. Отрубаешь, срубаешь дерево, Другой год смотришь, метровый прирост. Великолепная вещь. Самое главное, видите, как тут посадка на холм Гарантирует то, что он никогда не сопреет, Не сгниет основание сам. Это главная причина гибели абрикосов. Не морозы, а именно это. Вот. А это уже Красноярск. Мой друг Тимошков Юрий Поработал у меня. Заработал денег. Был момент, спрос был хороший. Саженцы вдруг рвали. Вдвоем зарабатывали, вдвоем пахали с утра до ночи. Целый сезон. И вот так он вез свой микроавтобус, Полный саженцев, не считая денег. И посадил под Красноярском. Результат вы видите. Вот. Елькина Галина Ивановна. Тоже с моим абрикосом. 16-й год. Так, откуда эта фотография? Я уже не помню. Но это яркий пример, что бывает, что разваивается и саженец, и в рост идет, и плод дает. То есть, двойного назначения почка. Снова Красноярск, снова Тимошков, дача его. Вот. И это третий, последний снимок от него. Здорово, да? Здорово. А это уже совсем другая опера. Присылает мне вот эту фотографию. Те, которые нанялся работать с садовником, с садоводом у москвича. Кажется, москвича. И тут получилось так, что один саженец мой, а другой саженец с рынка или с питомника. Сейчас посмотрим, что там дальше. А, нет, жалко, разбросано. Попробуйте догадаться с одного раза, где мой, а где не мой. Посадка правильно на холм. Вот. Ну, если вы помните, что я ненавижу штамп искусственное, искалеченное, то получается мой левый. Вот. И, кстати, прошло время, и вот жалко, это уже следующий год, он отчитывался постоянно. И уже в следующем году мой в абрикосах, а тот мёртвый. Правый. Вот такая разница. А то всё в Сибири, да нельзя в Европу. У нас своих хватает, у нас столько мошенников развелось. Вот. Всего-то соврать, что саженец. И Средней полосы, и Сибирь, и всё. И смерть обеспечена. 98% с юга, никто об этом не знает. Лапша принимается. Самая главная беда нашего народа, нас с вами. Самая главная наша черта. Вот. Да, верти ось. Она хорошая черта. Она сродни доброте. Вот. Тоже хорошая черта. Вот нас и дурят вся планета. Это особая фотография. Это фотография из Сихотолинской тайги. Посмотрите, что это такое. Этому абрикосу больше ста лет. Вот такие они должны вырастать. Мой пока 37 лет. И то это, я считаю, рекорд для Сибири. Вот. Ну, будет и старше. Просто я посадил в этом 85-м или 86-м году. Вот. Это тоже Сихотолинские горы. А вот эти беленькие, видите, это цветение абрикосов. Это их любимое место. И запоминайте, когда у вас будет дача, дом, вот в такой местности. Вот. И такие предгория. Вот. Вот такие склоны. Вот именно там абрикосы выбрали себе, где жить. Это эндемики. Их никто тут не садил. Тимоша, знакомьтесь. Тимофей Николаевич. Растет парень. С тех пор прошло еще пять лет. Вот. Мы с ним работаем в паре. Я надеюсь вырастить из него великого садовода. У нас в школах уже миллионы детей. Но растить великих садоводов никто не собирается. Ладно, похвастаюсь. Ладно. Смотрите. Вот. Смотрите. Сейчас вот это вот, да. Получит такой сертификат. Пятиклассники, когда закончат школу. Вот. Они вырастят сад. Пришкольный. Вот сейчас я покажу, какой документ они получат. И потом, учитывая, что все-таки известность Железова растет, и все будут знать, что это все ученики Железова, все до единого Железова и Скугорева Антонины. Вот. Мы двое придумали этот проект. Его поддержал директор школы. Вот это вот образец сертификата. Что некая. Это из... фамилия Мельцева с потолка. Вот. А директор школы настоящий. Видите? И руководитель проекта с Кугорева моя ученица и помощница Антонина Ивановна. Тоже настоящая. Итак, принимал активное участие в закладке пришкольной аллеи в Честерше-Атлетике Кузбасса и получал навыки и знания в соответствии с утвержденной программой «Новое садоводство до Сперм веки». Что такое «Новое садоводство до Сперм веки»? Это «Новое садоводство до Сперм веки» Железова. Ну, из скромности фамилию мы упустили Железова. Вот. Вы думаете, это все? Ага, сейчас. Ничего да не все. Я набираю с Кугорева. Ну, вот уже набрано. Смотрим. И мы сейчас с вами заглядываем в удивительный мир. Смотрите. То, чего не может быть никогда. Ага, здесь у меня не получилось. Тогда мы вот здесь поищем. Ага, вот-вот-вот-вот она, закладка школьного сада. Это все было на днях. Посмотрите. И взрослые, и дети. Меня эта картинка умиляет. А посадка по железу. Видите, длинная гряда. И здесь густо-густо будут посажены семена. Я их выслал несколько тысяч. Они стальцированы. И как мы называем с Антониной. Потому что завтра туда приезжает. Сегодня, кстати, 29 апреля. Поздравляю с наступающими майскими праздниками, друзья. Я старый большевик. Это мой праздник. И не только местное телевидение сняло. Но приезжает федеральный телеканал МИР. Все это нас снять. Показать этот же сертификат. И показать на всю страну. Это первая ласточка. Так как у нас сейчас дебильные программы школьные. Учат ничему. То, чего детям не надо. Помимо навыков никаких не дает. Ну, вы поняли. Вот это и есть настоящее садоводство. И хорошо, если это первая ласточка. А за ней прилетит целая стая. Ну что, возвращаемся. Возвращаемся там, где были. Вот. А этот парень же все это умеет. Это весной мы с ним заложим первый маленький садик. Моего внука, любимого. Тимофея. Вот. Сейчас эту мы картинку-то уберем. Сейчас вот эту вот уберем. Так, вот эту уберем. Так, уберем, уберем. Ладно, где мы были. А, мы вот тут. Ладно, поехали дальше. Вот это следующая. Да, да, это следующая фотография. У меня столько много абрикосовых деревьев, что бедный ребенок когда-то ему придет все это запоминать. Вот. Ну, про сами абрикосы кто говорит? Сало как сало, что его пробуют? Вот. Это отдельная тема. Начать вам рассказывать, как выращивать абрикосы. Мы только вебинар проводили. Если сегодня у нас четвертый, мы в пендеринг проводили вебинар. Рядом сидела будущая ученая Светила. Вот. Значит. Сейчас она аспирантка. Савинич. Напоминает эту фамилию. Когда-то она станет рядом с фамилией Мичурина. И, надеюсь, фамилия Железова. И превзойдет нас обоих. Опираясь. Как раньше говорили. Стоя на коленях. Уже не на коленях. Стоя на плечах. Предшественников. Вот. И у нее будут еще были поразительные результаты. А мы с ней сидели. И показывали в периодику свеженького. Свеженького. 21-й год. 21-й год. Представляете. Закапывайте семена на 6 сантиметров. Закапывайте на 7-8. Ужас дикий. Никогда не будет абрикосов. Из-за вот таких ошибок столько понаделано. Причем наукой. Потому что все, кто это писал, это кандидаты и доктора наук. Они повторяют друг от друга. Они садят у них все. Умирает они садят. Умирают они садят. Они не понимают, что основание штамба вот настолько оказывается под землей. То, что должно быть выше корневой шейки, оно под землей. Сгнивает у абрикосов. Все. Не держат они. Стоило от этого отказаться, ну вот, пожалуйста. Бедный ребенок. Он у меня за деньги работает. Я уже думал, да нет, за что, как деньги. Пусть он бесплатно, пусть он это, он так обязан. Ничего он ничего не обязан. Вот. Время такое. Собрал ведро вишни. Взрослые все отказали собрать. Ведро вишни собрал. Я сам уже перестал, всегда нанимал. А тут как-то рядом, через дорогу, трое подростков по 15 лет. Можно мы заработаем здесь? Да, пожалуйста, вот вам ведро, и втроем соберите это. Ведро вишни. 500 рублей. Отказались. Непомерный тяжкий труд. Ведро вишни за 500 рублей. Тимошка собрал. Я его торжественно при всех вручил 500 рублей. Вот это моя педагогика Макаренка. Вот так вот. Ну, представляете, стоило отказаться от этого дебильного заглубления семян. И сейчас еще не все знают. Мало того, спорят. Ну, я все время призываю ученых. Ну, пожалуйста, я вам подарю эти семена. 100, 200, 500 штук. Вы берете. Все одинаково струкцируют. Вот. Чтобы избежать малейших этих опасностей. Вы весной высаживаете. 250 посадили на глубине 7 сантиметров, как вы учите. А еще 250 чуть-чуть заглубив. И то символически. И пусть они растут. Пусть целый сад растет год, два, три. Скажем, годами количество будет уменьшаться. У них есть естественные враги. Никуда не денешься. Но пройдет время, и все на 7 сантиметров, особенно это касается того же Подмосковья, где я ходил, хлюпала, там, почва глинистая. А вообще абрикосы не растут. Ну, как там растить, это отдельный разговор. Я уже не раз рассказывал, еще не раз расскажу. Вот. И убедился, что те, которые заглублены, погибли. Я 30 тысяч саженцев вырастил. Я, наверное, все уже знаю. И умею. Вернее, не так. Я выводы успел сделать. Они не хотят, и все. Ну. Когда у меня появляется фактически новая сорта. Этого не может быть. Этого не может быть. Все, на этом кончается эта самая дискуссия. Этого не может быть. Доктор наук. Назовем так. С северо-запада. Вот. Из-за него запретили печатать мои статьи. Целый год печатали. Лауреатом назвали. Завалили премиями. Предлагали путевку аж в Африку. Вот. Для того, чтобы я там остался. И бах, полный запрет. Ах. И письмо присылают. Рукописное. Сейчас его держит в архиве. До сих пор успокоиться не могу. Не имею права показать. Это было бы неэтично и даже чуть не подло. Но письмо существует. А там написано. У меня выпали все 18 сортов. Форм выпали. Слово такое интересное. Они не применяют слово смерть, гибель. Выпали. Куда не выпали. Короче, раз у меня выпали, значит, уже их нет и быть не может. Вот. Заглянуть на сад, это целая проблема. А учитывая, что письмо рукописное, у меня такое впечатление, он из тех, из того поколения ветеранов, которые так и не обзавелись компьютерами. Вот красота какая, да. Вот. Ну, конечно, попробуйте угадать. Интересно, еще время у нас заканчивается. Вот такими кусочками буду записи делать. Интересно, когда Назарбаев, мне прислали письмо, Назарбаев обратился к жителям Казахстана с просьбой найти, знаете кого, опор Талматинский и восстановить его. Когда начался национализм, называется, добротные дома за тысячу долларов, я читал такие вещи, может быть преувеличенные, якобы продавали, лишь бы только денег на берет схватил, и взяли с Казахстана. Их выдавливали оттуда, казахи. Русских, евреев, украинцев, немцев, выдавливали оттуда. Вот. Извините, я не националист, я осадоводствия. Якобы казахи, въезжая в эти добротные дома, первым делом вырубали сад. Вот. И когда вдруг, это правда-неправда, это все уже в области легенд. Я не говорю, не кривещу, я повторяю легенду. Так повторяю. Легенду, но то, что Назарвай обратился с просьбой восстановить сады со знаменитым аппортом Алматинским, это не случайно. А это вот он в моем саду. То, что его узнать нельзя, поэтому он Алматинский был. Я специально вот эти два помесил рядом. Смотрите. А, здорово. И тот Алматинский, и тот, и тот, и тот, и тот. Вот. Достал я этот сорт у Байковой Галины Николаевны, многолетний директор сортоиспытательной станции Субботина-Шушенского района. Вот, а потом придет время, я вам покажу. Алматинский, привезенный прямо с Алматы моим другом, тем самым, Чернобавием. Помните, я перчик показывал. Сад-дублер. До того интересно, все это складывается. Вот. Я все это хочу, чтобы молодежь увидела и стала садоводами. Среднее поколение заморочено так, что оно калечит деревья, не давая им даже вырасти. Они калечат почву. Их учителя превратили их жизнь в каторгу страшную, невероятно. Если все собрать, что надо делать в саду, то лучше его просто продать или не покупать. Так, ну, воспитание продолжается. Вот, а это корневые отводки из леса. Они кажутся настолько плохенькими, а у меня из них вырастает. А сейчас у Сергея за одно лето мощный саженец. Кто мне сейчас только хвалил сейчас? Кто-то сейчас получил. Кто-то хвалил сейчас. Какие выросли. Ну-ка, не эряживали. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Не эряживали. Потратим еще секунду. Лилия Рожева. Так. Она сделала мне видео. Вы уже видели их десятки. А! Никакой халтуры, никакого этого реклама. Голые факты. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Видео 29 выйдет 29-го. Видео 31-го мая. Вот. Вот она мне, Лилия, пишет. Я ее сестрой называю. Получила саженец от Сергея. Ну, имеет цвет уже. Сажала сегодня. Какие они классные саженцы. В наших питомниках не такие ухоженные, что ли. А как сравнить обед? В ресторане и столовой. Надеюсь, ему мне понравится. В смысле саженцы. Вот. Когда-то, я говорю, это последняя фраза. Сейчас закончится съемка сама по себе. Когда-то представитель надзорных органов, отвечая на вопрос этой самой ведущей Абаканского телевидения, почему везут всякую дрянь, все это у нас умирает. Со всей планеты, Средней Азии и так далее, отвечала. Вот. Мы не имеем права запретить, но я вас научу. Если саженец хреновенький, плохенький, это значит место. Его берите. А если саженец красивый, ухоженный такой, это значит Средней Азии. Вы его просто не берите, а мы запретить не можем. А теперь, значит, сравнивайте, у кого он на самом деле ухоженный. Ну, все, друзья, очередная серия заканчивается. Вот. Я надеюсь, мы еще будем встречаться десятки, а может, в сотни раз. Надеюсь, чего-то я вам, Маринечка, показал. В 16-й год будет несколько серий, в 17-й год несколько серий, в 18-й до 21-го. Тогда, когда сказали, что у меня якобы, почему я показываю фотографию 20-летней давности. Увы, они не правы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok